Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Поприветствую вас из города Алматы. Сейчас провожу мастер-класс для предпринимателей, мини-мастер-класс. Это пятидневный интенсивный курс, который провожу для владельцев хозового бизнеса. Здесь собрались люди из разных городов. Дорогие друзья, хочу сказать вам по формированию мышления миллионера. Я часто об этом говорю, и даже у меня тренинг 10 шагов, как стать миллионером в территории СНГ и так далее. Я сталкиваюсь с тем, что много людей, если у них в жизни раньше этого не было, они это игнорируют, они это отрицают. Например, если человек зарабатывал 500 долларов или 1000 долларов, или там 3000 долларов, долгие годы, 5 лет, 7 лет, 10 лет работал, и его бизнес, он не смог стать миллионером, большинство, оказывается, это игнорируют и так далее. Я хочу об этом сейчас несколько вещей говорить вам, что надо делать, чтобы формировать мышление миллионера и так далее. Смотрите, почему, оказывается, так происходит? Почему люди не верят, что они могут стать миллионером, хотя они в глубине души хотят, и хотя они этого заслуживают? Проблема в том, что 99% мыслей человека – это вечерашние мысли. То есть это означает, что в голове человека сегодняшние мысли, большинство – это вечерашние, и он постоянно думает о своих собственных проблемах. Фокус у него направлен на свои проблемы, постоянно он думает о них, он мыслит в рамках проблемы своего бизнеса. Соответственно, он не видит, что происходит в отрасли. Первое, что вы должны научиться делать и понимать, всю свою фокус от своего бизнеса, принесите, пожалуйста, на отрасли. Тогда вы видите, что в том отрасли, где вы работаете, чем вы занимаетесь больше возможностей, чем вы сейчас делаете. Второе, что я начал понимать, это дело в том, что все то, что человек не понимает, отрицает. То есть, если это непонятно ему, если его жизни этого не было, если у него личным опытом он пережил неудачи, если личным опытом он пережил банкротство, долги и так далее, бизнес у него ассоциируется с трудностями, сложностями. И ему кажется, что как будто, чтобы стать миллионером, это якобы миллион проблем. На самом деле, быть миллионером, это означает, что добиться большего успеха, большего результата. Например, чтобы продавая машина зарабатывать миллион долларов, ты должен больше результат достигать. Чтобы продавая мебель зарабатывать миллион долларов, тебе надо больше результат добиться. Понимаете, если ты недвижимость занимаешься, чтобы миллион долларов зарабатывать, тебе придется намного больше квадратура строить, продавать, чтобы зарабатывать миллион долларов. Поэтому быть миллионером, это означает, что в своем отрасли быть чемпионом, в своем отрасли быть победителем, чтобы достигать большего результата. Измерять себя, испытать себя, к чему ты способен. Почему бы не постараться и не попробовать этого делать. Поэтому я заметил, что большинство людей, от того, что у них не было в прошлом, или их не окружает миллионеры, или у них нет примера миллионеров, и их друзья, знакомые и так далее, не зарабатывают миллионы, большинство, оказывается, это отрисает. Природа человека такая, человек все то, что не понимает, отрисает. Поэтому, дорогие мои, что вам надо делать? Если в дальний момент вашей жизни нет миллиона, если в вашей жизни нет миллионеров, которые вы могли бы видеть, но посмотрите, задумайтесь, в вашем городе есть хотя бы одного миллионера? Скажите мне, пожалуйста, в вашем городе хотя бы есть несколько миллионеров, но как-то же они стали этим? Почему вы считаете, что вы не заслуживаете этого? Задумайтесь об этом. Второй совет, который я хочу давать вам. Внимание обратите. Любим путем постарайтесь понять, что вы индивидуальнее, Бог давал вам особенный талант. Если вы найдете свою сильную сторону, вы однозначно можете стать миллионером. Это очень важная вещь. Просто сделайте то, что вы делаете, максимум на лучшем уровне. Дорогие друзья, ваш характер играет важный ролл. Ваш характер важнее, чем ваше образование. Понимаете? Ваш характер намного сильнее, чем ваше образование. Есть много людей, которые имеют образование, но у них характер слабее. То есть у них не хватает уверенности в себе достигать цели. У них не хватает уверенности в себе практиковать то, что знают. Дорогие друзья, я встречаюсь постоянно о том, что есть люди, которые очень много знают, но только есть немного, которые делают то, что знают. Почему? Потому что у них не хватает уверенности в себе. Третий мой совет. Работайте над тем, чтобы развивать в себе уверенность. Работайте над тем, чтобы развивать в себе уверенность. Как вы можете развивать в себе уверенность? Каждый вечер, каждый вечер пишите, пожалуйста, от 5 до 10 действий, что вы реально сегодня сделали, какое действие совершали, именно то, что вас приближает к вашей цели. Я повторяю, каждый день делайте что-то, то, что приближает вас к цели. И вечером пишите об этом, хотя бы 5 действий. Что ты сделаешь сегодня, чтобы приближаться к твоей цели? От 5 до 10 целей, то есть действия, от 5 до 10 действий каждый вечер пишите. Пройдет всего лишь полгода, полгода. Если вы стабильно это делаете, вы однозначно почувствуете разницу, огромную разницу, потому что у вас будет много результатов. А что поднимает у вас уверенность в себе? Результат. Накопите результат. Пусть маленький, но накопите. Посмотрите, маленький результат, это тоже результат. Почему? Потому что наш мозг это так воспринимает. В духовном мире нету много или мало. В духовном мире либо есть, либо нет. Например, вы не можете сказать своему сыну, я тебя люблю немножко. Или свою жену, я тебя люблю немножко. Или своему наставнику, я тебя уважаю немножко. Либо ты уважаешь, либо не уважаешь. Либо ты веришь, либо ты не веришь. Точно так же в духовном мире нету объема, нету количества. Есть да или нет. Поэтому, когда вы начинаете именно так работать над собой, маленький результат, тоже результат. Грамм золота, это тоже золото. Вы же не можете грамм золота относить, как металл. Он тоже золото. Поэтому, дорогие мои, каждый вечер пишите, у вас уверенность в себе растет. Работайте над собой, чтобы ваша уверенность вырастет. Четвертый мой совет. Работайте над своим характером, чтобы у вас формировалось мышление миллионера. Работайте над своим характером. Что это означает? Это означает, что надо подумать, что формирует характер человека. Характер человека формирует именно время. То есть, куда вы потратите свое время, от этого зависит ваш характер. Это означает, что не ставьте себе свободного времени. Всегда запольняйте свое время. Тогда вы станете более эффективным. Через несколько времени вы, ваше тело и ваше сознание начинят генерировать энергию. Начинают больше производить энергию. Понимаете? Например, посмотрите сами, чтобы понимать, что это такое. Например, если вы ходите в спортзал, вначале поднимаете 20 килограмм, 30 килограмм, 50 килограмм. Но в течение года, когда вы ходите, вы можете поднимать 100 килограмм, 150 килограмм. Потому что ваше тело производит энергию, генерирует. Ваш характер тоже сами, ваше сознание тоже сами. Ваш активный образ жизни становится для вас естественный образ жизни. И становится это ваше хроническое состояние. Следующая вещь, что я хочу вам сказать. У большинства людей, поскольку у них среда такой, окружения нет у миллионеров, поэтому они не видят, потому что человек что видит, к чему стремится. Если ты не видишь, ты не можешь стремиться к этому. Поэтому, дорогие мои, четвертый мой совет, то есть пятый мой совет. Пятый мой совет. Записывайтесь в тренингах, где ходят миллионеры. Записывайтесь в те окружения, клубах, посещайте таких местах, выставках, мероприятиях, где хотя бы вы знаете со стороны, что у этого человека есть бизнес, у этого человека есть успех. Просто находитесь рядом с ними, потусуйтесь там, просто надо тусоваться. Тогда вы научитесь манера разговора, вы научитесь дипломатию, вы научитесь общению с этими людьми. У вас появится среда, поддерживающая среда, которая помогает вам побестрее достигать уровень мышления миллионера. Дорогие мои, если вы не верите, что станете миллионером, хотя бы верьте, что как минимум в 2-3 раза ваши доходы могут расти. Если вы соблюдаете мои советы, я давал 5 советов, если вы соблюдаете мои советы, 5 советов, которые я давал, я уверен, что у вас будут гарантированные результаты. Со временем у вас появится мышление миллионера. И это мышление победитель, это мышление успешный человек. Вы начнете вокруг себя видеть возможности, которые приведут вас к миллиону долларов. Дорогие мои, я замечаю, что у многих людей умные ребята, очень умные, но от того, что у него мышление миллионера не формировано, он не видит возможности, которые помогли бы ему достигать этот успех. И самое интересное в том, что если даже у них такая идея появится, у них не хватает уверенности в себе эту идею реализовать. Они откладывают эту идею на потом, завтра, послезавтра, следующий год. Они откладывают эту идею, ждут удобные случаи, лучшие времена, а потом так и эта идея устаревает, и кто-то другой это делает, и они так и остаются на том же уровне. Поэтому соблюдайте мои советы, которые я сказал, вы гарантированно, иншаллах, Бог даст, вы достигаете своей цели, вы станете миллионерами. Шестой мой совет к вам, шестой совет, который вам очень-очень хорошо помогает. Возможно, у вас было много негативного опыта, возможно, у вас было очень много негативного опыта, и эти негативные опыты вкладывали в ваше сознание отпечатки. Понимаете, о чем я иду речь? Значит, шестой мой совет заключается в том, что изучайте биографию успешных людей, чтобы позитивнее, опытом заменить то, что у вас формировалось в вашем сознании. Седьмой мой совет. Седьмой. Если вам очень тяжело эти вещи понимать, делать и так далее, найдите себе наставника. Найдите себе наставника, тогда однозначно это поможет вам быстрее формировать мышление миллионера, и ваш успех гарантированно становится. Самая главная задача наставника в чем? Экономить вам время. Например, тот вещь, которую вы сами сделали бы за 20 лет, с наставником вы это делите за 10 лет, за 7 лет, за 5 лет. Если вы найдете себе наставника, точно так же, как в спорте, да, кто-то нашел себе тренера, стал мировым чемпионом. Нужен тренер, который тебе тренирует правильно. И все спортсмены об этом знают. Найдите себе, пожалуйста, наставника, который поможет вам формировать мышление миллионера. Я давал вам 7 советов. И это 7 советов делайте, пожалуйста. Практикуйте. И давайте в комментариях пишите свою практику. Вы начнете сначала практиковать, а потом в комментариях пишите свои результаты. Что вы сделали, в чем это помогло вам, в чем это не помогло и так далее. Как минимум, верьте, что вы хотя бы 2-3 раза можете увеличить свой доход. Дорогие мои, если ты зарабатываешь 2000 долларов, ты можешь заработать 5 или 7 или 10. Понимаете, как минимум верьте в этом. Желаю вам успехов. Несколько раз прослушайте этот ролик, конспектируйте его, потому что, когда вы пишете, эта информация попадает в ваше долговременное память. Это вам поможет быстрее формировать мышление миллионера. Я желаю вам успехов и очень хочу вас видеть миллионером. Очень хочу видеть вас среди своих учеников-миллионеров. За 4 года, ну уже скоро 5 год будет, нам удалось 28 долларов миллионера вырасти. И я горжусь своими учениками, восхищаюсь ими. Все, чему я вас обучаю, то, что говорил в этом ролике, это из того, что практики мы практиковали. До встречи на вершине. Продолжение следует...